Друзья, добро пожаловать на канал о вышивке. Меня зовут Елена, и у меня сегодня для вас сюрприз. Во-первых, после того, как прошел Новый год, у меня очень весеннее настроение. Такой настрой, скорее бы, началась уже весна, хочется тепла, и поэтому я перескочила все праздники, там даже 8 марта перескочила, и почему-то у меня ассоциация была с Пасхой. И вот я давно в закладках своих хранила несколько схем, которые я наконец-то вышила. И вышила их, на самом деле, очень быстро, буквально за пару выходных, суббота, воскресенье они были вышиты, и потом на следующие выходные, суббота, воскресенье я их собрала. Это мои зайчики, я уже показывала в Телеграме. Подписывайтесь, кстати, на мой Телеграм-канал, потому что там все самые актуальные новости, там я в таком прямом режиме, в режиме прямого эфира показываю, как у меня обстоят дела, и что новенького и интересного. Так что подписывайтесь, под видео будет ссылочка. Так вот, я там уже показывала о том, что я вышила зайчиков, и я вышила не одного зайчика, а целых трех. Вышила и оформила. Такой вот зайчик от Ладидан. Смотрите, какой классный. Я, на самом деле, прямо на одном дыхании их сделала, очень быстро собрала, и все подробности о том, как я их вышивала и как собирала, я расскажу вам на своем канале на Boosty. Тоже ссылочка будет под видео. Подписывайтесь, там будет более подробная и больше информации, больше видео. Вот. Значит, вот такой от Ладидан, смотрите, примитивный зайчик, ниточки DMC. Потом, первого, которого я вышила, кстати, это вот такой от Брэнда Джерве, это With My Needle and Fred. Вот такой зайчик. Здесь уже мой собственный подбор, опираясь на превью. Тоже подробности все расскажу, покажу на Boosty. Так, здесь я тут немножечко свой подбор, но он получился очень похож. Смотрите, у него даже усики есть, усики, видите? Вот такая красота. Мне не так нравится, я в восторге от таких вещей, я хочу сделать что-нибудь еще. И смотрите, вот это тоже, какая прекрасная дамочка. Вот дамочка в платье. У нее здесь такая лапка есть, в ней цветок, ну, пока в ней пин с цветочком, потом, я думаю, что какой-нибудь цветочек, потому что у нее корзинка с цветком. Здесь я тоже делала свой подбор, не по ключу выше-то все, это мой подбор. И смотрите, я сделала ей вот такой красивый воротничок. И вот мне показалось, что это именно она в платье идет, такая с корзинкой, пушистый хвост. И вот такое платье. Шикарно. Ну, а сюрприз у меня для вас не только от меня, но также и от компании Reoles, которая решила нас с вами порадовать, и меня в том числе. Значит, они предложили мне выбрать несколько наборов. Один из них я решила взять себе, чтобы тоже вышить. И два на розыгрыш для подписчиков. Так что, если вы хотите участвовать, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Пишите, какой набор вам больше всего понравился. И, возможно, он достанется именно вам. А у меня, вы знаете, очень счастливые розыгрыши. И всегда выигрывают. И всегда все выигрывают в этих розыгрышах. Кто даже еще ни разу и не надеялся. Так вот, это, значит, два наборчика. Вот таких, один из которых буду вышивать я. Это вот такое пасхальное яйцо с незабудками. То есть, там деревянная заготовка идет. Канвас со схемой для вышивки и бисер. И можно собрать вот такое потрясающее пасхальное яйцо. И как раз его будут охранять мои зайцы. Это яйцо. Вот для них-то я его и вышью. Здесь очень красивый бисер, нитки. Все очень просто, понятно. То есть, я думаю, что ничего сложного в этом нет. А какие они красивые, я уже видела. Потому что у нас на выставке девушки переносили на выставку. И это было очень красиво. Поэтому я даже, вот видите, один наборчик решила оставить себе. Так вот, этот наборчик достанется кому-то из вас. Пишите, кому он больше всего понравился. И еще один набор. Это уже вышивка крестом. Вот такое древо жизни. Причем здесь принтованная основа. И вышивается не так много. Плюс присутствует металлизированная нить, бисер. Какие-то интересные тут шовчики. То есть, это, во-первых, очень интересная вышивка. А во-вторых, быстрая. Соответственно, можно быстро оформить. И это просто шедевр на самом деле. Древо жизни по мотивам картины Климта. Также, мне кажется, мне понравился этот набор. Почему я его выбрала? Потому что у древа жизни как такового еще и мощная такая сакральная символика. О которой я вам расскажу чуть-чуть, когда я буду делать обзор этого набора. Но здесь очень красивые цвета. Очень красивый набор. Выбрала его, потому что сама бы на самом деле вот такой набор вышел. Видите, кстати, я сегодня даже под цвет. Под цвет. Все в корпоративном цвете даже. Вот. Значит, вот тут ниточки хлопковые. Хлопковые ниточки. Бисер. К этому набору прилагается. И металлизированная нитка. Ну, поподробнее я вам сейчас покажу. И вот смотрите, основа. То есть, работа большая. И при этом очень быстро вышьется. Конва, кстати, очень хорошая такая. Все прям так приятно. И качественный принт. Я думаю, это будет просто реально шедевр. Самый настоящий шедевр. Так, ну что, давайте еще вам вот так покажу моих красавчиков. Это зайчик отладит, да? Такие у него усики тут. И вот такая зайка. Она самая высокая. Вот, а теперь приступим скорее к обзору. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут в наборе. Значит, я подозреваю, что основа, как я уже говорила вам, принтованная. Вышивается только сам дизайн. Он очень красивый, очень символичный. Это древо жизни по мотивам картины Клинта. Здесь у нас хлопковые нитки. Вот эти все, мне кажется, тоже потрясающие наборы. Яркие. То есть, это вот эти наборы, допустим, это из тех, которые я бы вышила. Так, у нас здесь в наборе иголочка, канва. Канва здесь 14-го каунта с напечатанным фоном. Да, я была права. Нитки малины. Анкор потрясающий по качеству. Металлизированная нить есть. Бисер. О, даже бисер три вида. И игла. Давайте смотреть. Так, итак, давайте смотреть, что у нас тут есть. Бисер. Золотистый. Белый. Вот такой. Ага, он темненький. Темный-черный. Чёрный по цвету. Вот такие три вида бисера. Ниточки. Такие яркие, красивые цвета. И вот она, как раз, металлизированная нить. Так, я вижу, что очень понятная схема. Я думаю, что вы можете это наблюдать. В принципе, дизайн несложный. Дизайн несложный. Чем-то, наверное, напоминать будет по технике вышивки примитивное направление. И смотрите, ага, здесь, кстати, очень красивая основа. Очень всё сделано достойно, красиво. Так, я ещё раз хочу посмотреть превью. Давайте ещё раз превью. А, здесь вышивается, на самом деле, совсем-совсем немного. Давайте вот ещё раз, да, смотреть. Вот она, основа. И здесь больше вышивка бисером. Вот эти стежки, бэкстич. Смотрите, какие цвета. Цвета, очень красивые цвета. Полукрест, крест. То есть, его на самом деле, вот это дерево, вышить очень недолго. Да, мне это нравится, эта идея. Мне кажется, что мало того, что этот дизайн можно достаточно за короткий промежуток времени вышить, и у вас получится такая прекрасная картина. Это изображение несёт очень сильную, мощную символику. То есть, изображено здесь древо жизни. А этот символ, он встречается во многих мифологиях, во многих религиях. Вы наверняка в жизни в своей этот термин слышали. Да, символ древа жизни у многих народов символизирует примерно одно и то же. То есть, это и древо познания, и древо жизни одновременно. Корни — это предки. А от предков зависит и наша жизнь. То есть, это древо вообще в целом, это некоторая взаимосвязь поколений. Энергия корней предков питает всё дерево, и именно от корней дерево получает силу. Так как каждый человек, он со своим родом связан, поэтому не зря говорят, что со своим родом, со своими родственниками нужно обязательно хорошее отношение иметь, как-то их всё равно выстраивать так, чтобы всё было хорошо. Потому что это очень важно по жизни, и это будет влиять на вашу жизнь 100%. Поэтому к своим корням, к своим предкам нужно относиться с почтением, что бы там ни происходило. Но талисман древа жизни, он защищает не только род, он имеет ещё и несколько других важных значений. То есть, во-первых, это также связь мира земного и мира небесного. Дерево, оно уходит своими корнями в землю, а ветви стремятся к солнцу. Здесь вот, кстати, мне кажется, это очень-очень хорошо показано. И здесь прослеживается взаимосвязь духовного и материального начала. Каждому человеку необходимо получать помощь от высших сил, питаться энергией не только физической, но и духовной. И также древо жизни — это символ развития и роста. Так что здесь одно сплошное положительное значение, потрясающее изображение. Если это ещё оформить в картину, в красивый багет, то это будет просто шедевр. Вот такой вот наборчик. Если он вам понравился, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы участвуете в розыгрыше. И, возможно, это будет именно ваш наборчик. Обязательно участвуйте. И давайте ещё один набор посмотрим. Это вот этот набор «Пасхальное яйцо» с незабудками. Музыка Смотрите продолжение в следующей серии. Тут у нас деревянная заготовочка, здесь 4 вида бисера, синий, сиреневый, золотистый, белый, вот такая основа, это равномерка, иголочка и ниточки. Также присутствует металлизированная нить и есть схемка, есть схема для вышивки, я вот так чуть-чуть покажу. Достаточно все понятно, лаконично, бэкстич и бисер пришивается, и что вот здесь? Ага, а здесь уже схема, как яйцо, вот видите, как яйцо это все собирать. Как это все должно быть, даже знаете, с фотографиями, даже видите, с фотографиями, как это все должно в итоге выглядеть. Так что я думаю, что ничего сложного сильно в этом нет. Вот такой будет набросчик. Такая красота! Под этим видео я оставлю ссылки на все соцсети и сайты, где можно приобрести набор Ариолис. Обязательно зайдите, посмотрите, потому что у них появилось очень много новинок. И на самом деле было не так просто взять и что-то выбрать, потому что выбор огромный, на любой вкус. Обязательно подписывайтесь, следите. Мне очень нравится также их телеграм, который всегда очень интересно. Телеграм-канал, который у них всегда очень интересно ведется. Все ссылочки будут под видео. И желаю вам вдохновения на вышивку, быть всегда в хорошем настроении и уже готовиться к весне. Всем пока-пока! Встречаемся с вами в прямом эфире в пятницу. Посмотри, шрайбикус. Я должна выпрямиться, чтобы... Так, это что, зайцы, да, в обнимочку? Да, сейчас я тебе покажу. Господи, какой! Какая-то такая девчонка, молотанка черненькая, с такой челкой под корень. Я не знаю, даже... Это непонятно, что. Это пока непонятно, что. Но я в Таню не верю. Таня, вы видите, кто был схемат Ланкевич и сразу стартанет? Я уверена, что это... А, всё-всё, я помню эту... А, это же это... Алина вышила такую или будет вышивать? У Алины ещё такой нет, по-моему. А, может, есть. Уши подруги во Вселенной. Да, есть. О, да. Почему у неё дома волос не было на вышивке? Откуда ещё? Я просто там задолбалась стартовать от тела. Девушки, что у меня нет сил стартовать, что-то есть. Красота. Да. Кварельный букет от шам. Уже закончен, да, почти? Практически, нет. Нет, ещё внизу там вазу мне дошивать. Угу. А я думала, а ты уже байкаешь, что всё. Я хотела, чтобы потом не возвращаться кверху, перейти на нижний лист уже. Так, а у вас что? Там... А кто это? Да. Ой, это химера? Нет, нет, это хаэт. 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 А, кстати, в женщине у тебя тоже немного, да, уже. Да, тоже немного чума там. Да, правда, чума. Да, правда, чума. Процесс очень длительный. Это крестики, да? Прикольно. Это через лаванель. Так, Алина, у тебя что? Котик, да? Да, кошка. То есть, сделай своими руками. На конве, да? На пластике. А, на пластике. Да, только конву не стала вынимать. У меня маленькое сердечко. Я сюда больше не стала нести. А, это жемчужина и рак. Да. Это жемчужинка. То есть, он был сюда как-то раз. О, я купила такую тоже. Они такие большие. А сколько там? Две недели на них доволосились? Один элемент на месяц. То есть, она даже не та, слава богу, они такие здоровья. Ну да, дорогие. Это тебе не игрушки от Надежды. Ой, ай, вот это красиво. Такое, как Лейтона обычно. Ага, ну я так сразу и подумала, что похоже на клейтонский стиль. А вот, как красиво. Вот и все, все мои финиши. Все остальное далеко. Ну, у тебя такие большие. Вот я такую царевну Лебедь купила. Альбина Гумарова. Красивая. Крыжовничек прям как живой. Так смотришь, кажется, как будто и цветов немного. На самом деле же здесь очень много, да? У нее и блендов, наверное, дофига. У Бек какой-то прям, что-то жаловались, что он сильно разноцветный. У нее, да. То есть, оттенков 10, наверное, 12. Нет, это все. Это Виталинин. Да, все Виталинин. Сейчас еще будем эти матканы смотреть. Это падает. Все, можно листать. Это закуски от Александра. Гуровский? Гуровский, да. А, я думала, эти, может, сделано с любовью. И как их формировать? У них это тоже похожие есть. Я хотела салфетки обвязать, но волки пока не дошли. Икра так классно получилась. О, на углу этом, с Лераксом. О, еще еда. Она сейчас славится своими еду. А, я кексики слышала. У них очень целая. Классная креветка, как мы видим. Это все таки, да. Это похожи. Это Немшилова для Терима Позарубина. Это тоже зайчик Немшиловой. О, не похоже совсем на предыдущую разработку. Нет, нет. Это вот именно у Панова. Качество, ну, как бы, я беру. Это тоже еда. Это тоже. Угу. Кексики, да? Это они такие большие получаются? Ну, это у меня канва 14. А, 14. Для 14 еще не сильно большие. Ой, какая крошечная. Там еще колка. О, с Рафаэлкой. Заметно прям, что Рафаэлка. А это что? Это журнала вышиваю крестиком еще. Три шимашные. Классные. Прикольно. Только конжида, столько мало этих вышивок. Если нужно было 4 раза вышить. Ну, это я еще на целое начало пути. Я еще не такая упаковывала. И канва еще не стоила пальборок. А листочки чей? Ой. А тоже, наверное, из журнала, может, какое-то, да? Очень хорошенькие, прям, мне нравятся. 4, 5, хорошо. Это подушку можно сшить. Или кубик. Это я кубик хотела. Ну, два, две стороны я так и не осилила еще. Это вот подушку можно надевать. О, вот эти, я кажется, у малиновых крестиков не делала. Это тоже классные. Это 2 сезона я отсила. А два еще нет. это заводская с навесением рисунок на короче черенами тоже их триптих но у меня пока только котик везунчик вязунчик тоже на подушку ребенка поднять но она не похожа на забор но это понятно красные маки совсем оранжевые только такой разброс наверно люди скажи попроще так кажется сильно далеко не убирают вот еще кексики не досмотрели всегда говорю вот куда это не оформляю я вышиваю в стол я вообще не оформляю у меня если сюжет маленький у меня вообще не вопрос куда на пластиков коробки вот я бы и кексы эти в принципе я хотела пишу то не тогда магазины пишу не говорю да не я хочу этот набор у меня его вчера купили специально мне его заказала я его вышла за две недели я даже не заметила настолько шьется тут полукреста много здесь в основном полукрест но шьется прям вообще очень а это какой-то но и нет еще старый старый ну да чё там красная обложка привиделась значит ну да сейчас у них немножечко поконкретнее сюжет но как бы более детализированные стали о это новый финиш недавний а я вчера себя впервые переборола заказала набор смешок